Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование книги священного писания «Притчи Соломона» на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами читаем 14 главу с 1 стиха. «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками». Так начинает премудрый Соломон, снова сопоставляя, мы уже не первый раз слышим его наставление в этом смысле о глупой и мудрой жене, мудрой женщине. И здесь не только говорится, как мы в предыдущих гламах рассматривали с вами, о женщине глупой и мудрой, или о блуднице распутной и целомудренной. Здесь в этих словах, например, свидетель Анат Златоуст видит следующее. Мудрая жена устроит дом свой, и он видит в мудрой жене церковь. Он говорит, церковь терпением и надеждою Христовой построила себе дом, то есть учением и верою воздвигла и устроила приходящих к ней. Глупая разрушит его своими руками. Это значит, сделавшаяся виновницей своей вечной смерти». Мы видим, что здесь свидетель Анат Златоуст видит в этом наставлении премудрого Соломона церкви верной и церкви той, которая себя считает таковой, но она не такова. Он говорит, что такая церковь, то есть лжецерковь, она ведет человека к смерти и становится виновницей смерти. В этом смысле хочется вспомнить и слова Спасителя. Действительно, Христос так и говорил в Евангелии от Матфея, 16 глава, 17 стих. На исповедании Петра он говорил, создам церковь мою, и врата ада не отдаляют ее. Мы уже об этом как-то говорили, обращал на это внимание и снова хочу повторить, что Христос не говорит, создам церкви мои, он говорит, создам церковь мою, одну. Апостол Павел, посланник Ефесина, в 3 главе, в 3 и 4 стихе пишет следующие слова. Один Господь, одна вера и одно крещение. Поэтому церковь одна. Всякое другое устроение церкви, это не что иное, как говорит премудрый Соломон и видит в этом такую аллегорию свидетель Ана Златоуста, это не что иное, как глупость. Но не просто праздная глупость, а та глупость, которая ведет человека к смерти и разрушению. Потому как сказано, что церковь это же не просто храм, там бревна, штукатурка, кирпичи. Церковь, церковь ее называется человек. Сказано, вы храм, тела ваша суть, храм Духа Святаго, живущего в вас. Поэтому человек, который впитывает в себя не церковное учение, но то учение, которое выдается якобы за учение церкви, но таким не является, называется глупостью, которая разрушит человека и приведет человека к смерти, к вечной погибели. Вот так. Еще и церковный писатель Беда Достопочтенный пишет по этому поводу, так, цитата. «Всякая верующая душа и Вселенская Кафолическая Церковь добрыми делами воздвигнет себе дом в небесном Отечестве, а дурные люди разрушают то, что хорошо устроено добрыми людьми, либо ведут дурную жизнь, либо даже явно препятствуют». Конец цитаты. И мы читаем второй стих. «Идущий прямым путем боится Господа, но чьи пути кривы, тот не брежет о нем». Свидетель Анатолий Златоуст пишет по этому поводу цитата. «Не просто страх делает хождение правым, а именно страх Божий. Таким образом добродетельная жизнь хороша и в том отношении, что присущий ей страх делает более богобоязненным». Конец цитаты. То есть, свидетель Анатолий Златоуст подчеркивает, что не просто надо бояться, не просто какой-то страх, вот я боюсь, я этого делать не буду, а именно страх Божий научает человека мудрости, хождению правильными, прямыми путями, которые ведут человека в Царствие Божие. Почему так? Почему именно страх Божий, а не просто страх, как какое-то естественное состояние человеческой души? Причина и объяснение достаточно просты. Потому что где совершенная любовь, она изгоняет страх. Начало премудрости сказано «начало премудрости страх Господень». Но совершенная любовь изгоняет страх. Но боятся Бога, как Бога Творца неба и земли, понимая, что небеса небес не вмещают его, понимая, что он Бог и все в руке его, он единственный собственник во вселенной. Все это понимая, человек невольно содрогается внутренне. И восклицает как бы с псалмопевцем Давидом «Господи, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его». Действительно так. Кто Бог и кто человек. И вот такое понимание человека, такая вера человека, она в нем порождает духовное благоговение перед Богом, Творцом неба и земли. Человек, идя этим путем страха Божия, постепенно достигает то, о чем потом уже и будет сказано, что совершенная любовь изгоняет страх. Итак, мы читаем далее. Третий стих. «В устах глупого бич гордости, уста же мудрых охраняют их». Что означают эти слова? Почему в устах глупого бич гордости? Глупый человек сразу всех обличает, даже если этот человек находится в церкви. Но это очень бывает опасно для человека, которому он произносит эти слова. Потому что мы знаем, что слово можно человека воскресить, слово можно убить. А если слово выходит из уст глупого человека, то оно, это слово, скорее всего, вредит человеку. То оно, это слово, вредит человеку. То тому человеку, к которому оно обращено. Вот что по этому поводу пишет святитель Амбрусий Медиаланский. «Может ли быть приговор суровее приговора совести, которым каждый сам себя обвиняет и порицает за то, что он несправедливо нанес обиду брату?» «Последнее осуждается и писанием». И он здесь приводит эту стату, притчи Соломона, 14 глава, 3 стих. «Из уст глупых жезл поношения». И продолжает святитель Амбрусий. Здесь таким образом изобличается в глупости тот, кто наносит оскорбление. Не следует ли после этого избегать с большим старанием, чем смерти, убытка бедности, ссылки и болезней? «Кто же порок тела или потерю наследства не сочтет более легким по сравнению с пороками духа и потерей чести?» Конец цитаты. То есть, святитель Амбрусий Медиаланский говорит о том, что лучше потерять что-то материальное, нежели от своей глупости потерять честь и достоинство. Так пишет. Григорий Двоеслов. Цедата. Обыкновенно это свойственно, то есть, бичевать гордостью устами, как пишет в устах глупого, бич гордости. Обыкновенно, Григорий Двоеслов, святитель пишет, обыкновенно это свойственно надменным проповедникам. То, что больше они стремятся сурово порицать слушателей, даже тех, кто сокрушен. Чем ласково ободрять? Да. Чем ласково ободрять? Больше стараются забросать попреками и упреками зло, нежели похвалою упрочить благое. Конечно же, желают они, чтобы видели их превосходство, и больше питают довольство, когда их возбуждает гнев, чем когда уравновешивает любовь. Постоянно они хотят обнаружить то, на что могли бы обрушиться с руганью. И далее говорит, потому и написано в устах глупого, бич гордости. Ибо такой человек, очевидно, знает, как жестче захлестнуть, но смиренное сочувствие ему незнакомо. Конец цитаты. Так очень аккуратно, аккуратно, свидетель Григорий Двоеслов обличает человека, который только и желает обличать другого. И мы видим, он обличает его очень мягко, чтобы привести его к смирению, потому что цитата так и заканчивается. Но смиренное сочувствие ему незнакомо. Видите, он не хочет подражать этому глупому человеку, чтобы обличать и глупца бичеванием гордости. Есть такое понимание, когда люди осуждают осуждающих. Вот эти осуждающие. Даже мы не задумываемся, бывает, над этим. Кто? Да вот этот он вечно осуждает. А ты сказал, что он осуждает, а ты его уже осудил. Как приуможил грех. И мы читаем далее. Где нет валов, там ясли пусты, а много прибыли от силы валов. То есть здесь говорится о, ну если хотите, о правильной организации просто работы или хотите духовной жизни, пожалуйста. Верный свидетель не лжет, а свидетель ложный наговаривает много лжи. «Распутный ищет мудрости и не находит, а для разумного знания легко». То есть здесь премудрый Соломон говорит о том, что человек распутный ищет мудрости и не может ее найти. И почему? Человек распутный не сосредоточен. В нем нет внутренней целомудренности и внутренности единства Духа, единства с Богом. Распутный. То есть у него то одни мысли, то другие мысли. Недаром ведь есть целая аскетическая практика умной молитвы. Когда, например, преподобная Мария Египетская увидела однажды в себе всю полноту, ту, которую она хотела скрыть лицемерием. Она же была, вот если вспомнить ее житие, она была на пароходе с паломниками. Но там блудила до такой степени, что она впала в эту страсть, что уже и церебролюбие ее не интересовало. Она готова была с кем угодно и где угодно. И она думала, что она может скрыть что-то от Бога Всеведущего и Всезнающего и Всемогущего. И когда она хотела войти в храм, то у нее это не получилось. И потом всю жизнь, потому что Господь остановил ее. Он видел ее сердце. Он видел, что желание-то есть. Она хотела примирить, вот то, о чем вы говорили в предыдущей беседе, она хотела примирить добродетели и пороки. Но этого не получилось. И отправляется на протяжении многих лет служить Богу. Чтобы вот эту, о чем говорит здесь премудрый Соломон, этот распутный, вот эту распутность усмирить в самой себе и соединиться с Богом в молитве и предстоянии перед Ним, в аскетическом подвиге. Так и пишет, распутный ищет мудрости, невозможно ее найти, если человек ведет распутный образ жизни и не находит. А для разумного знание легко. Он знает, где его искать. И он способен его воспринять. Отойди от человека глупого, у которого ты не замечаешь разумных уст, с кем поведешь себя. Мудрость разумного, знание пути своего, глупость же безрастудных заблуждений. Глупые смеются над грехом, а посреди праведных благоговение и благоволение. Действительно, глупые смеются над грехом, потому что глупые не считают грех за грех. Послушайте сегодняшние наши анекдоты. Ха-ха. Человек совершил грех, преступление по сути, измена супружеская, еще какие вещи, кого обманул, кощунство какое. А люди ха-ха. Поэтому Христос говорит, горе вам смеющееся. Горе вам смеющееся, блаженны плачущие о своих грехах. Святитель Иоанн Златоуст пишет о улыбке и хохоте, о непристойном смехе. Цитата. Предавание неудержному и неумеренному смеху есть знак невоздержанности, необузданных движений и неограничиваемо строгим разумом надмене в душе. Изъявить душевную радость светлой улыбкой не противно приличию. Только поскольку выражается написанное. Веселое сердце делает лицо веселым. Но смеяться громко, и особенно то, что здесь говорит премудрый Соломон над грехами и пороками. Смеяться громко, всем телом приходить в невольное сотрясание, свойственно человеку, необузданному, неискусному, не имеющему власть владеть собой. Конец цитаты. Так говорит, что непристойный смех присущ человеку необузданному, страстному. И мы читаем далее. Мудрость разумного знания пути своего, глупость же, безрассудных заблуждений. Глупые смеются над грехом, как мы прочитали, а посреди праведных благоволений. Сердце знает горе души своей, и в радость его не вмещается чужой. Сердце, говорит, хранит человека, потому что одно дело веселье, а другое дело радость. Вот у нас сегодня, скорее, радости как-то даже и потерялось, это понятие среди людей светских. Есть такое понятие, как всеобщее добро, всеобщая радость может. А вот всеобщее веселье, ну как-то не очень это слово звучит. Даже словосочетание русского языка. И далее. Дом беззаконных разорится, а жилище праведных процветет. Не может дом устоять, который разделился сам в самом себе. Также говорится здесь о доме, как и о церкви. Потому что церковь, дом Бога Живого, не может быть разружена по определению Христа. Врата ада не одолеют ее. И вот 12 стих. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Действительно, сегодня так и говорят, что много путей, которые ведут человека к Богу. Премудрый Соломон дает здесь ответ. По-моему, ясный и понятный. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми и правильными, но конец их путь к смерти. Делаем выводы. И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль. Действительно, не всегда висели эта радость. И здесь снова это премудрый Соломон подчеркивает. Что и при смехе иногда болит сердце. Человек с разращенным сердцем насытится от путей своих и добрый от своих. Здесь говорится о том, что человек избирает, к тому это его и приводит. Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим. Не стоит доверять всему, что говорят. Особенно иногда так действуют еретики. Они подбегают, например, к кому-нибудь какие-то сектанты, подбегают на улицы и могут сказать, правда ли, что вы верите в Троицу, что это Бог-Отец, Богородица Николай-Угодник. Можем сказать, нет, мы так не верим. Поэтому глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим. Не надо быть настолько доверчивым. Мало ли кто что говорит. Поэтому даже те, которые в своих словах упираются на Священное Писание и говорят, что вот так якобы в Библии сказано, нужно проверить. Если нет возможности и не хватает столько знаний для того, чтобы проверить и удостовериться в этом самому себе, необходимо спросить у церкви, так ли это на самом деле. Итак, вспыльчивый может сделать глупость, но человек, умышленно делающий зло, ненавистен. Невежды получают в удел себе глупость, а благоразумные увенчиваются знанием. Действительно, невежды. То есть человек, который не знает, получает в удел себе глупость. А тот, который благоразумный, он увенчивается знанием. Приклонятся злые преддобрыми и нечестивые у ворот праведника. Здесь, когда читаешь эти слова, то вспоминается история Иосифа Прекрасного. Помните, в книге «Бытия», когда Иосиф Прекрасный говорил о том, что братья его преклонятся перед ним. Ему были такие сны, но они не верили ему. И, как мы помним, из зависти даже тогда его продали. Но Иосиф Прекрасный во всем надеялся на Бога. Поэтому надежда на Бога не постыжала. Несмотря на то, что он был предан, его Бог возвеличил. Так и сказано. Преклонятся злые преддобрыми и нечестивые у ворот праведника. И мы помним, что те, которые его предали, потом они пришли же и преклонились перед ним. Тот, которого они предали, стал их кормильцем. Потому что был голод в их стране. Иосиф отнесся к братьям своим, как к братьям. Не с ненавистью, не с раздражительностью. Потому что он был, Иосиф, Прекрасный. И мудрость была в устах его, в душе его. Был прекрасный и благоразумный. Бедный ненавидим бывает даже близкими своими, а у богатого много друзей. Здесь, опять же, смотря какой страны, посмотреть на это наставление можно и по-разному. Бедный ненавидим бывает даже близкими своими. Действительно, бедный мы помним, что премудрый Соломон говорит, что бедный — это тот человек, который в большей степени ленивый или безрассудный. А у богатого много друзей. Друзья бывают, опять же, разными. Если говорить о богатстве духовном, то здесь вспоминаются слова уже Нового Завета. «Приобретайте себе друзей богатством неправедным», если говорить, вернее, о материальном богатстве. То есть, богатством неправедным — это значит правильно уметь распорядиться своим богатством. Помните, как, например, распоряжался этим богатством святитель Иоанн Милостивый, когда после службы он все время раздавал, а за ним дьякон нес мешок с деньгами. После литургии он шел по городу, и он говорил, «Этому дать, этому дать». Дьякон только вынимал из мешка и раздавал. Он себе считал, что так именно милующий человек дает взаиму Богу. И когда он шел, однажды, то один подошел к нему и протягивал руку, он говорит дьякону, дай. Он обижал переволок, опять протягивая руку, он говорит ему, опять дай. Он опять облегает переволок, опять протягивая руку, он говорит, снова дай. И тогда уже дьякон с гневом смотрит, говорит, владыка, но это уже обнагленно, он же четвертый раз подбегает. Тогда святой Иоанн Милостивый говорит, дай ему, может, Бог так испытывает меня. Ибо сказано просящему тебя дай. Поэтому Иоанн Милостивый был богат не только мешком этим денег, которые пожертвования были у него, но и также был богатый милостью. Кто презирает ближнего своего, эту мысль подтверждает премудрый Соломон, кто презирает ближнего своего, тот грешит, а кто милосерд к бедным, тот блажен. Не заблуждаются ли умышляющее зло, но милость и верность у благомыслящих. От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб. Снова обличает широко открывающего рота пустословие. Та самое, то самое первое метарство, которое предстоит пройти каждой человеческой душе, которая делится в свое время от тела. Пустословие, празднословие. Венец мудрых, богатство их, а глупость не вешет, глупость и есть. Верный свидетель спасет души, а лживый наговорит много лжи. Верный свидетель. Господь Иисус Христос, когда избрал учеников своих, Он сказал, будете свидетелями мне даже до края земли. Верный свидетель спасает душу свою и многих других. Об этом пишет и даже тех людей спасает некоторых людей от заблуждения. Об этом пишет в своем соборном послании апостол Иаков. Вот как звучат эти слова. Они записаны в пятой главе двадцатого стиха. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. То есть, кто истинным свидетельством о Христе заблудшего обратит от его заблуждения, тот покроет множество грехов. Поэтому, говорит, верный свидетель спасет души, а лживый наговорит много лжи. Поэтому и выше было сказано, венец мудрых богатство их. А глупость не вешет, глупости есть. В страхе перед Господом надежда твердая. И сынам своим он прибежище. Страх Господень, источник жизни, снова напоминает здесь премудрый Соломон, что начало премудрости, страх Господень, благоверие на отношении к Богу. Страх Господень, источник жизни, удаляющий от сети смерти. Во множестве народа величие царя, а при многолюдстве народа беда государю. То есть, мы помним, что премудрый Соломон неоднократно говорил о том, что хорошо, когда у царя есть советники. Но иногда советники могут, если их чрезмерно много и чрезмерно много советов, то есть, они могут сыграть и такую не очень приятную, а может быть даже и опасную услугу. Мы помним, когда царь Саул собрал вокруг себя советников, и они были еще и молодые советники, без опыта жизни. И они ему сослужили такую услугу, которая привела его к бедствию. Поэтому здесь так премудрый Соломон и предупреждает, что во множестве народа величие царя, а при многолюдстве народа беда государю, то есть, многолюдстве советчиков. У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупости. Действительно, вспоминаем слова. Терпением вашим спасайте души ваши. Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей. Господь Иисус Христос сам так и говорит, давая наставление своим ученикам. «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Но здесь премудрый Соломон говорит о том, что еще и кроткое сердце может влиять на тело человека. Действительно. Даже сегодняшние современные врачи могут сказать, что они только говорят, что все болезни не от духовно неправильной жизни, а все болезни от нервов. Что такое нервы? Нервы – это духовно неправильная жизнь. Поэтому все болезни у человека от духовно неправильной жизни. Кому вы служите, тому вы и рабы. Или как прочитал в одном рассказе, переписке одного старца своим духовным чадом, он говорит, каким грехом ты грешишь, тем грехом ты и воняешь. Ну, наверное, так оно и есть. «Итак, кто теснит бедного, тот хулит творца его, чтущий же его, благодворит нуждающимся». Так снова говорю, что некоторые слова, я их пропуская, они не нуждаются даже в столковании, здесь все понятно. «За зло свое нечестивый будет отвергнут, а праведный и при смерти своей имеет надежду. Мудрость почиет в сердце разумного и среди глупостях дает знать о себе. Праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов». Здесь уже премудрый Соломон прибегает не только лично к человеку, то он обращается глупому, в единственном числе, но теперь уже и к народам. И говорит так, что праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов. Действительно, сразу вспоминается Содом и Гамора. Это бесчестие, которое они творили. Бог уничтожает такие народы. «Благоволение царя к рабу разумному, а гнев его против того, кто позорит его». Здесь говорится уже о таком, ну, если хотите, субординации, что ли, отношения между вышестоящими и нижестоящими. Но в односказательном смысле можно сказать и иначе. Кто такой царь? Господь наш Иисус Христос. Он – владыка неба и земли. Мы с вами молимся Царю Небесной и утешили души истинной. Это молитва Святому Духу. Поэтому благоволение царя к рабу разумному, ибо Дух Святой почет на сердце сокрушенным и смиренным, действительно, к этому человеку Бог благоволит. Бог гордым противится, как говорит апостол Павел, а смиренным дает благодать. Так и здесь пишет премудрый Соломон. «Благоволение царя к рабу разумному, а гнев его против того, кто позорит его». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова